Для того, чтобы понимать жизненные знаки, нужно быть развитым человеком, энергетически развитым, знающим, я бы сказала даже так, знающим человеком. Потому что я сейчас наблюдаю, что многие люди стали фанатично относиться к знакам жизни. И всё, что происходит, капнула вода в кране после того, как вы закрыли кран, это знак. Кошка перебежала дорогу, это знак, ещё чего-то. То есть люди становятся просто фанатами, а это приводит к психическим разрушениям. Это создаёт внутренние страхи и таким образом не улучшает жизнь человека, а в тысячу раз её усложняет. Поэтому знаки — это состояние свыше. Знак — это предупреждение чего-то. Например, вы собираетесь начать какое-то дело, великое дело, хорошее, как вы думаете, но позвонили туда — не получается, позвонили, обратились к этому — не получается, задумались над этим — не получается. Это знак. Знак того, что нужно или отложить это, время не пришло, или же вообще от этого отказаться. Вот это знак. Или же, к примеру, вы влюбились, выходите замуж за человека, которого очень любите, но видите, как-то он на первое свидание не пришёл, опоздал, дал вам обещания, не выполнил, как-то более поверхностно относится к своим задачам жизненным. Это знак. Это знак того, что этот человек вам не нужен, он принесёт вам только страдания, трудности и проблемы. Вот как нужно относиться к знакам. Нужно правильно понимать, а для этого нужно иметь расширенное состояние сознания. Расширенное сознание приходит только к людям, которые развиваются и учатся.